Производство автомобилей Cherry может начаться в рамках совместного проекта с компанией Solar Group, который принадлежит в частности завод УАЗ. Этот вопрос в пятницу 4 февраля обсудили на двух сторонних переговорах в Пекине председатель КНР Си Цзиньпинь и президент России Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Позже более предметно о сотрудничестве рассказали уже в российской автокомпании. Вот что сказали там. Solar Group и компания Cherry ведут переговоры о масштабном партнерстве в России, которое включает в себя не только производство автомобилей, но и развитие новых технологий в области электротранспорта перспективных модулей и материалов для автопрома. Конкретные параметры совместного проекта планируется зафиксировать до середины текущего года. Очевидно, если речь действительно идет о мощностях УАЗа, Cherry не откажется от промышленной сборки там ни одной из своих популярных моделей. Но особая заинтересованность у китайцев, безусловно, в производстве электрокаров. После отмены нулевой ставки ввозной пошлины за каждую электричку импортер отдает 15% ее стоимости. Власти и не скрывают, что тем самым хотят стимулировать локализацию проектов в РФ. А в Cherry и прежде не исключали, что наладят здесь свое производство. Правда, какой-либо четкой конкретики на этот счет до сих пор пока не было. Вот что сказала пресс-служба бренда. Вопросы, связанные с локализацией, находятся в зоне ответственности головного офиса в Китае. Да, Cherry видит необходимость локализации и ведет переговоры с российскими производственными площадками. Ну а прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите на колокол, чтобы своевременно получать уведомления о выходе новых видео и постоянно оставаться в курсе интересных новостей из автомобильной индустрии. Что касается УАЗа, то руководитель Solar's Адиль Ширинов подтвердил в ноябре 2021 года закрытие всех новых проектов на заводе, а эксперты предсказали российскому заводу скорый крах. Партнерство с китайцами может спасти производство и позволить сохранить рабочие места. Тогда же появилась информация, что автопроизводитель ведет переговоры о партнерстве с глобальным китайским брендом. Правда, конкретные китайские марки в каких-либо предложениях не фигурировали. Впрочем, как ходит слух, Solar's Auto вовсе не заинтересован в организации контрактной сборки какого-либо из китайских брендов. По его мнению, компания может сотрудничать с Chery в разработке программных продуктов для подключенных автомобилей, также по отдельным модулям электромобилей, в том числе батареям, а также алюминиевому сырью. Косвенно это предположение доказывает и комментарий директора Chery автомобилей РУС Владимира Шмакова к недавней новости о привлечении компании 1 миллиард рублей в Сбербанке. Вот что сказал топ-менеджер. Предоставление кредитного финансирования крупнейшим банком страны даст компании возможности для полноценного роста и расширения инфраструктуры бизнеса, а именно поддержки дилерской сети в России, создания условия для ее развития, расширения штата своих сотрудников, развития новых направлений бизнеса, соответствующих требованиям и тенденциям сегодняшней реальности. Конечно, под фразой развития новых направлений бизнеса Владимир Шмаков мог иметь в виду и инвестиции в производство. Однако, уже договорившись с банком, пожалуй, он имел основание открыто заявить о потенциально успешных крупных проектах. Да и 1 миллиард рублей в принципе не та сумма, чтобы компании хватило на все необходимые статьи расходов. В настоящий момент все автомобили Chery для российского рынка поставляются из Китая. Но это не мешает Chery бороться за звание самого популярного китайского автопроизводителя на нашем рынке. Кроссоверы Tiggo 7 Pro и Tiggo 4 являются самыми продаваемыми китайцами. Обе модели в прошлом году разошлись тиражом свыше 14 тысяч экземпляров. Обзоры и всю актуальную информацию по данным кроссоверам вы можете найти непосредственно на канале и в описании этого видео. Пишите в комментариях, что вы думаете про данное слияние брендов и выиграет что-нибудь от этого рядовой покупатель. Делитесь вашим мнением, вместе обсудим. Если вам понравилось видео, поставьте лайк. А также не забудьте подписаться на канал, ведь уже завтра на канале выйдет новое видео с очередной новостью из автомобильной индустрии. С вами был канал Автоэксперт, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok